Здравствуйте! Сегодня редкое по типу видео. Я сделаю анализ, разбор, лекции, видео. На канале у одного блогера интервью с Андреем Ковальковым, известным диетологом, врачом. А тема такая, она предельно важная для любого разумного человека. Не дай бог, чтобы эта тема коснулась кого-то, но, к сожалению, каждый год миллионы людей касаются. Название того ролика «Честно про рак. Как питание провоцирует онкологию и спасает от нее Андрей Ковальков». Что ж, эту длинную лекцию я коротко вам перескажу. Основные тезисы, постулаты, что говорил Ковальков о раке. И дам по этим тезисам вам свою аргументацию. Да, а видео попалось ко мне следующим образом. Просто мне прислал мой зритель просьбу прокомментируйте. Ну вот, в целом хочу сразу сказать, очень с многим я, безусловно, согласен. Там есть ценная информация, действительно очень важная. А что-то в корень неверно. Причем было бы верно все, что сказал Ковальков, если бы он не учел эти нюансы, о которых я скажу. То есть коренную ошибку сделал. И в этом ошибка почти всех врачей. Потому что на некоторые вопросы, тем более питание, они смотрят через призму не знаний, а веры. Ну что ж, поехали. Да, и вот какую ремарку здесь хочу сделать. Знаете, посоветоваться. Стоит ли мне сделать видео? Вот мне кажется, очень стоит. И тема такая. Мне один мой зритель написал следующее. Здравствуйте, я использую чат GPT, если я правильно это прочел, с целью очень быстрого доступа к документации при программировании, автоматизации рутинных задач. Но решил ради интереса пообщаться с данным ИИ, ну это искусственным интеллектом, о веганстве. И на мое удивление, ответы практически полностью совпали с теми, которые вы даете. Ну то есть я. Это может помочь вам очень быстро отвечать на вопросы. Причем отвечает и крайне подробно, и используя научные исследования. Да, и дает ссылки на эти исследования. К письму прилагаю текст-документ с нашим диалогом. Это колоссальный, можно сказать, документ. Там страниц, не знаю, 7 или 8, а может и больше. Ну так вот. Сейчас можете на паузу поставить и посмотреть, прочесть, что мне прислал этот человек на мое письмо ему. То есть встречное. Ну об этой технологии и достоверности. И вот он мне что ответил. Ну я был сильно удивлен. Так вот, если захотите, видео это сделаю. То есть про вот эту аналитику беспристрастную. То есть независимую от мнения, верований, там, врачей, ученых и так далее. То есть сугубо основываясь на научных исследованиях. И в чем же я, собственно, тогда, получается, был прав, говоря, ну, о законах природы. То есть говорю я то, что есть вне зависимости от моих желаний. Потому что я к этому беспристрастен. Мне лично на свои желания наплевать, как должно быть любому честному, порядочному человеку. Только истина, только знания фактов и законов природы, говоря вообще о здоровье и образе жизни, должны главенствовать над любыми желаниями. Все, точка. Ну, а теперь поехали по теме. Ковальков говорит, совершенно справедливо, что онкологи не изучают питание. Вот врачи-онкологи, хирурги. И вот все они рекомендуют есть, когда клиент спрашивает пациента, а что же можно есть? Как-то питание может изменить, у кого онкология. А они говорят, есть можно все что угодно. Слышали такое? Ну, это ужас. Но Ковальков считает, что есть виды и формы рака, когда питание не имеет значения. Правда, и оговаривается, а есть такие формы и виды рака, когда большое значение имеет питание. Дорогие товарищи, кто до конца видео это не осилит, таких много, я вам очень рекомендую, чисто по-человечески, посмотрите мое видео «Семь причин рака». Можете по ссылочке в описании под этим видео нажать, перейти на это видео. А можете в YouTube просто в поисковой строке набрать «Фролов пробел семь причин рака». Это видео, ну, во много, может быть, изменит ваше представление. Я его создавал для того, чтобы повысить грамотность среди людей и чтобы люди могли думать, анализировать беспристрастно, а не надеяться на что-то эфемерное и не обманывать себя. Далее Ковальков говорит совершенно правильную вещь, что нету никакого рака клеток. При разных исследованиях было обнаружено, и всегда это обнаруживается, как он говорит, что существует мини-опухоли, то есть уже сотни, тысячи клеток. И таких много у каждого человека. Вот вы слышали, наверное, что раковые клетки образуются у всех, но иммунная система убивает их до поры до времени, когда вот уже не может по какой-то причине справляться. Начинается не сдержанный ничем рост активации раковых клеток, опухоли, и пошло-поехало. А он говорит, что да, есть рак у всех всегда, но это не клетки отдельные, а уже мини-опухоли, что вроде как не было обнаружено никогда отдельных клеток. Кстати, наперед скажу. Все, что говорил в том числе Ковальков, абсолютно вписывается в грибковую, не путайте с высшими грибами. Я говорю о низших грибках, микромицетах, дрожжевых, плесневых, вот с этой теорией возникновения рака. У меня было видео о всех теориях рака, и я там обосновывал, какие совершенно неверные жизни, это показало и научные исследования, какие действительно правдивы. Но помните, есть семь основных причин онкологии, групп причин, и, естественно, есть какие-то дополнительные провоцирующие факторы, само собой. Так вот, они, говорит, не умирают, а живут вечно. Все верно, я много лет уже говорю, что есть стволовые клетки с симметричным типом деления, которые живут, делятся вечно, в отличие от любых клеток нашего организма, у которых там теломерами запрограммировано 50-60 циклов деления, и все. А раковые клетки также делятся, живут вечно. Кстати, если хотите понять, каков механизм уничтожения вот раковых клеток, как они разрушаются нашими иммунными клетками и их специфическими ферментами, смотрите мое видео «Гриб Шитаки». Я там этот механизм подробно описал. Еще раз, ссылка в описании, либо вводите в поисковой строке Ютуба «Фролов пробел гриб Шитаки». Ши-таки. Молодец, Ковальков, что сказал честно здесь правильно совершенно, что рак – это не генетика, вообще ни при чем тут генетика, глупости это все, почти никогда. Всегда есть причины раку, всегда, просто могут их врачи знать, не знать, найти, не найти. И сами люди, покопавшись в своей истории, вспоминая, что же могло послужить причинами, ну, могут этого тоже, сами понимаете, и не найти. Далее важнейший постулат, который сказал Ковальков, что сосудистая сеть, вот как она прорастает в раковую опухоль, сразу идет ее бурный активный рост. Совершенно верно. Я тоже много лет назад об этом говорил, как говорил я о том, что и доброкачественные опухоли могут не перерождаться никогда в рак, а могут переродиться, если они снабжаются густой кровеносной сетью, кровеносных сосудов и капилляров, да? А вот рост раковых опухолей, да, провоцируют различные воспаления в организме и прочие факторы. Совершенно справедливо, поэтому я в своем таком очень серьезном обобщающем труде, как вообще быть здоровым человеком, а это инфопродукт номер 22, а он в основном создавался мною для именно все-таки раковых больных. Я там и объяснял, какие три группы продукта вызывают воспаление, что нужно убрать, в том числе рацион и питание, образа жизни, ну вот чтобы убрать по максимуму факторы воспаления. Одно дело, когда человек более-менее относительно здоров, а другое дело, когда у него уже есть, не дай бог, онкология, это совершенно другое дело. Тут уже нужно учитывать каждый, даже самый маленький фактор, самый маленький, позитивный, тот, который улучшит состояние, потому что улучшит обменные процессы, потому что уберет воспаление и так далее. Вот еще очень важный момент, который сказал Ковальков. Раковые опухоли, материнские, так сказать, ну вот когда у человека определяют рак, а потом могут когда-то обнаружить, например, метастазы. То есть метастазов никогда нет, не может быть, если нет где-то раковые опухоли. Только раковые опухоли дают метастазы. Вот запомните это, это абсолютно точный научный постулат. Но, внимание, опухоли, вот это самое, наверное, важное, внимание, опухоли любые выделяют вещества специфические, сейчас наука это точно установила, которые тормозят развитие метастазов. То есть опухоль может дать метастазы, но она же будет их издерживать. Не будет быстрого роста этих метастазов, ну в виде редчайших исключений, пока раковая материнская опухоль есть цела и не тронута. По сути метастазы, как совершенно справедливо говорит биолог Филиппов в этой связи, что как раз это абсолютно точная схема, вот скажем, роста, развития грибницы. На любую агрессию она реагирует быстрым ростом. Так вот, удаление опухоли, говорит Ковальков, сразу идет рост метастазов и перерождение метастазов в опухоли уже самостоятельные. Ну вот как у грибницы плодовые тела начинают расти, вот один в один. Ковальков этот пример, ну, параллель не проводит, я ее вам провожу и говорил много лет назад об этом. Есть мои видео, кстати, знаете, давайте так, я еще оставлю, помимо вот ссылки на отдельное видео 7 причин рака, еще на мой плейлист, то есть все те видео на моем канале, где собраны все мои видео по теме онкологии. Захотите, посмотрите, нет-нет, ну вот так. И вот Ковальков говорит, что рак это ощущение полное, что это разумное существо. У нее есть своя программа развития, жизни, реакции. А абсолютно так, абсолютно так. Вот и я очень рад, что врачи, какие-то отдельно взятые, прогрессивные, продвинутые, начинают об этом, во-первых, задумываться, не отгонять мысли логичные, разумные от себя, а говорить о них честно и открыто. Да, правильно. И вот как же тогда действовать, говорит Ковальков, если с одной стороны раковую опухоль, например, надо удалять, а с другой стороны удалишь и пойдут метастазы или из метастазов, уже имеющихся, начнут расти раковые опухоли самостоятельные, тогда только хуже будет и меньше шанса выжить. И возникает вопрос, дилемма, что не оперировать тогда? И вот тут подход неоднозначный. Он говорит, если раковая опухоль очень агрессивная, быстрая, да, ее необходимо, что уж тут делать, надо ее удалять. А если нет, то сначала надо химии, лучевой терапии, химии, что врачи уже назначат удалять, уничтожать метастазы, а потом уже оперировать раковую опухоль. Но в любом случае это решает врач, либо консилиум, да? И вот он пишет, раковые клетки, например, кишечника, да, питаются глюкозой, фруктозой, но типа не все раковые клетки питаются. И вот тот самый ПЭТ-КТ, о чем тоже у меня видео было, как точно определить, ну, наличие метастаза в организме. Вот он говорит, что оказывается на ПЭТ-КТ видно, что не все раковые клетки вбирают в себя вот в бешеных количествах вот эту меченую, ну, с азотопом, там, глюкозу и фруктозу, и, мол, не светятся. Есть такие виды рака, когда и метастазы, раковые скопления клеток не вбирают в себя глюкозу, у них другой тип питания. Да, такое, естественно, тоже есть. Но в основном, скажу я от себя, безусловно, ПЭТ-КТ как раз потому и делают, что это все показывает, безусловно, этот механизм по большинству видов рака. Он говорит, голодание укрепляет иммунную систему, но когда организм истощен, когда мышечная масса теряется, категорически нельзя голодать, что и я говорил всегда и всем. Ну, вот он говорит, что раковые клетки, например, молочных желез у женщин питаются на определенном этапе животными жирами, а не углеводами. И тут, соответственно, нужно делать определенные свои поправки. Интересно, он подметил еще один аспект, от многих я врачей это уже слышал, что после ковида примерно в 10 раз, то есть тут, ну, абсолютная статистика, то есть она может быть погрешностью, там, скажем, 8-12 раз, но в любом случае не в 2 даже раза, да, то есть это абсолютная зависимость, но объективная. Так вот, после ковида буквально 2 минуты моей рекламы важны для всех. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Так вот после ковида, после того, что вот это было, этой эпидемии, за эти два года больше рака выявлено было у населения. По причине, конечно, во-первых, того, что люди просто обследоваться стали. Особенно, ну, рак легких замечать стали. Потому что всем делали исследования полные. От рентгена там до ПЭТ-КТ и прочих. Ну и по причине того, что идет, конечно, и дает эта нагрузка, пусть вирусная, не вирусная. В общем, этой серьезной проблемы дает ослабление иммунитета однозначно. И тут уже иммунитет не может сдерживать, ну, скажем, на себя воздействия различные. Ну, в том числе и раковые опухоли берут верх над организмом. Кстати, Квайков ведь с чего еще начал, что вот тут себя так плохо чувствует, выглядит. У него большая проблема сейчас со здоровьем. Инвалидность первую ему в стадию поставили. Это случилось, как он говорит, вот после ковида. Это осложнение, очень многих осложнение. Это я могу лично тоже засвидетельствовать, очень многих людей. Особенно, кто прививки себе делал. Ну, так вот. И он теперь на первой группе инвалидности. У него там очень большая проблема как раз с почками. И поэтому он лично не ест животные белки никакие. Сейчас ему, говорит, нельзя. И да, он их подбирает из, соответственно, растительных компонентов всей, включая дополнительный прием аминокислот. Кстати, насчет аминокислот. Кто хочет мышцы накачать, но вреда не получить. Кто почки не хочет перегрузить свои, либо насиловать там, да? Ну, как хотите, назовите. В общем, невысокомолекулярные белки, которые еще попробую, разбери, сколько сил организму надо на это найти. Ферментов, опять-таки, а это тоже белки наших тратить на этот процесс переваривания, распада и так далее. В общем, есть протеин 4 в 1. Это низкомолекулярные белки, легкоусвояемые, полностью. Все незаменимые аминокислоты, включая, кстати, повышенные дозы очень важных аминокислот, таких как аргинин, триптофан. Например, это важно для выработки естественным путем самим же организмом гормона роста, гормона молодости нашего и так далее. Ну и для всех, кто физкультурой и активностью, физической тренировками так занимается, это вообще необходимо. Плюс у кого та же онкология, не дай бог, или другие проблемы, чтобы не получить дефицит по белкам и мышечная масса не терялась. То есть это очень важно и полезно, а отрицательных моментов нет. То есть белок получите весь необходимый, ну то есть он синтезируется из этих аминокислот в организме, а нагрузки негативной на организм не будет. Это получено из многих видов культур уникальных, таких как как раз конопля, амарант там и так далее. Все незаменимые аминокислоты в усвояемой, легкой усвоемой форме. Так, это учтите, это очень важно. Ну вот он сказал, что раковые клетки, звездчатые клетки, есть такие специфические, питаются аланином. Убрать эту аминокислоту, например, просто из пищи, она есть везде практически, ну почти нельзя. Нет, можно подбирать продукты и нужно подбирать продукты без, где ее меньше всего, это правильно, правильно, логично, да. И очень ценный совет, что прервать питание аланином, вот специфические раковые клетки, можно, например, добавлением гипердоз витамина А. Просто так его добавлять и для профилактики нельзя, конечно, но тут уже нечего делать и придется. И это помогает. То есть к чему это? Что очень важно, чтобы был опытный специалист, врач, ну, биолог, который может такие вещи специфически подсказать, в зависимости от того, какая у человека проблема, да, ну, в данном случае онкология. Теперь очень важный момент. У кого повышен креатинин, мочевина, у кого проблемы с почками, это явные характерные признаки, то есть вот эти анализы, да, нельзя есть животные белки. Вот это очень важный нюанс, запомните. Это может чем закончиться? Гемодиализом, то есть когда уже все, человек садится на искусственную почку, свои не работают, и смертью. А вот почему не делается более глубокая мораль? А может быть животные продукты все-таки неестественны для человека? Как и нет у человека клыков одно название. Даже у приматов, которые растительноядные абсолютно, а некоторые 100% фруктоядные, а гориллы, например, вообще только зелень едят, у них клыки какие? В 4 раза больше. А ноздри куда у нас смотрят? Вот как у вида биологического, вниз нюхать. Что? Плоды, которые мы берем, травы там и так далее. Нюхать, созрели, нет, вкусно, невкусно. Они не вперед смотрят, как у хищников. Добычу по ветру чует. Что можно нашими ноготочками сделать? Можно разорвать добычу? Ну, не буду продолжать про биохимию, я сто раз говорил. Вот давайте так, дорогие товарищи, оставлю это видео. Посмотрите, мое видео с названием «Мясо надо есть». И, наверное, если вот блок себе не сделаете, протестный, поймете, все. Ну и про клыки тоже. Так, для прикола. Вот он подчеркивает, истощение при онкологии допускать нельзя. Категорически голодание при онкологии нельзя, тем более на поздних стадиях. Более того, нужно не допускать, чтобы был распад мышечной ткани. А что делать? Ну, он, правда, не сказал, я от себя скажу, это больше аминокислот есть. Причем именно не белков, внимание, а аминокислоты. Он сказал, кстати, кстати, сказал, что белки в ЖКТ у нас, в кишечнике, все равно, пройдя до кишечника, распадаются до аминокислоты, всасываются, ну, это от себя скажу я, в виде мономеров, то есть аминокислот, а не белковых молекул. А какая из этого мораль? Я уже лет 10 бьюсь над этим. Что есть надо не белки вообще, нам не белки нужны, а аминокислоты. Потому что именно кровь потом уже переносит все питательные вещества, в том числе аминокислоты, говоря о белках, как мономеры белковых цепей молекул. И в каждой клетке нашего организма, в арганеллах, которые называются рибосомами, происходит процесс сборки белка, то есть биосинтеза. Это истина абсолютно. Что это значит? Нам не нужны белки, а нужны аминокислоты. Поедая белки, вы делаете колоссальную проблему и нагрузку. Вообще, ну говоря о сложных, высокомолекулярных белках, нашей невидовой пищи, огромные проблемы. Да, пока организм крепкий, здоровый, молодой, и даже не молодой, но здоровый такое проходит. Это зависит, конечно, от очень многих факторов. Но сейчас, в наше время, когда фактор воздействия негативных на организм стало больше, это уже не прокатывает, как с бабушками и дедушками. Хватит про них уж все вспоминать. Жил 90 лет, пил, курил, и все подряд. Не пройдет у вас это больше. Все. Ну вот он дальше говорит, при лейкозах, меланоме, глиобластоме, у официальной медицины нет протоколов по питанию вообще. То есть он считает на этом основании, коль у медицины нет протоколов, что питание не имеет никакого значения. Конечно, имеет. Одно дело, если человек, не знаю, знаете как, Мечников, великий, да, ученый, академик, говорил, что не только аппендикс, но и толстый кишечник, это некий рудимент, который не выполняет никаких функций, в принципе, не нужен. Серьезно. Вы понимаете, что это означает? Вот тут то же самое говорят. Одно дело, что вы не понимаете, но это не означает, что питание, питание на все имеет значение, вообще на все, потому что то, что мы едим, из-за этого строятся клетки ткани нашего организма. Это либо даст энергию строительный материал, и многое-многое другое, о чем действительно пока наука медицина не знает, либо не даст, либо, напротив, осуществит пагубное воздействие. И вот он в этой связи говорит, что кетогенное питание вредно, в некоторых случаях даже вызывает рост рака, в некоторых случаях. И знаете, дорогие друзья, в чем тут ошибка? Он ведь не пояснил, просто я бы сказал, а пояснение практически не дал. Ну, только то, что вот некоторые раковые опухоли как раз в качестве пищи, как вот с раком груди женщин, используют как раз кетоны. Ну, так знаете, в чем тут ошибка? Ведь действует-то не один фактор, а много вместе, в совокупности. И главная ошибка тут его и таких людей, кто так думает в том, что они воспринимают кето-питание, обязательно питанием, понятно, где жиры преимущественно, где энергия берется из жиров, а не из углеводов быстрых, но главное там мясо. А вот в этом-то и ошибка коренная. Колоссальная ошибка. Кето-питание к мясу никакого отношения не имеет, но все они, кто такой говорит, естественно имеют в виду этот вид питания. А вот тут и коренная ошибка. Посмотрите мое видео кето-питание, веганская кето-диета, и вы многое поймете, в чем тут ошибки. А так проблем не было бы, устранив другие важные факторы, которые приводят к образованию или провоцируют рост раковых клеток. Не было бы этой проблемы с питанием кетонами, не было бы. Гораздо несоизмеримо больше непоправимый ущерб приносят питание быстрыми сахарами. Это и есть питание для грибков микромицетов, это абсолютно научно известно, и для раковых клеток. Он считает, что не для всех, для каких-то да, для всех, для всех. Просто идут наложения некоторых воздействий, эффектов, и оттуда ошибки. Глупость, конечно, страшная, он сказал насчет того, что можно и колбасу, и сладко, прям так сказал, колбасу, ну там, правда, говорилось про трансжиры, что трансжиры надо исключить, а такую домашнюю, хорошую, типа, колбасу и сладкое, все можно. Ну и сказал, что такую вещь общую, абстрактную, что задача исключить то, чем именно твоя раковая клетка питается. И, конечно, сказал, ну как вы думаете, глупость или нет? Он прям так сказал, что вот, мол, у одного питается она грушей, прям так вот, то есть не сахарами там, не какими-то там веществами иными в составе груши, а прям грушей, а твоя определенным, причем видом рыбы. Не просто рыбы, а определенным видом рыбы. Я вообще, конечно, в шоке. Ну где тут какие-то обоснования, даже логические, нету вообще никаких. Билетристика и дешевая философия. Дальше. Очень ценный момент. Учтите, если гемоглобин низкий, а ферритин высокий, мне о таком писали люди, а врачи тут лечат болезни крови, а тут проблема может быть как раз в онкологии. Надо срочно сдать не только онкомаркеры, да, анализы крови, он правильно говорит, показывают многое, такая зависимость. Низкий гемоглобин, а высокий при этом ферритин. Сразу проверяться. И еще вот ценнейшая, вот прям важнейшая информация, что, совет, да, надо сначала делать полный развернутый анализ крови. И опытный гематолог, к нему надо идти, найти опытного гематолога, и он может по анализам, по комбинациям показателей и отклонений тех или иных показателей относительно друг друга, он может уже знать. Даже без доп. исследований, ну потом он пошлет, конечно, эти исследования проверить, это обязательно, но он уже видит, какие проблемы есть в организме. И начать надо, даже у кого онкология или подозрения, не с онкомаркеров, а именно с общих и более развернутых анализов крови. Также он говорит, не судите врачей в неграмотности, у них нет времени, они перегружены. Спорная тема. Далее, он приводит в примерах Хворостовского, его случай. Вот, кстати, меня немного удивило кое-что, сейчас поясню, что. Так вот, у него, он говорит, стал расти живот, но он знает, видимо, с ним тоже связывались, или он от других врачей это слышал, вопросов нет. То есть, будем доверять, конечно. А он вел активный, относительно, наверное, здоровый образ жизни, по крайней мере, не пил, не курил, следил за собой. То есть, физическая работа, и тут стал расти живот. Не то, что он стал больше есть, и он стал расти, меньше ходить. Нет-нет, при тех же условиях вдруг просто стал расти. Так вот, потом стали исследовать, нашли в животе осы, то есть, уже 6 литров жидкости вышло. Брюшина была полная метастазирующих вот этих микрораковых опухолей, ну, как бы, раковых клеток метастазов. Стали исследовать более чем досконально, его-то, ну, и возможности есть, и деньги, и все старались помочь. 8 колоноскопий перенес, 8 за 1 год, 6 гастроскопий. Смотрят врачи, рака нет, ни желудка, ни кишечника, а метастазы-то есть. Весь живот полон, уже четвертая стадия, ну, понятно, асцит, это четвертая стадия. А рак чего не нашли? Ну, он говорит, а мораль тут такая, опухоль есть обязательно. Не всегда ее найти можно, не бывает метастазов без опухолей. Но вот только меня удивляет одно, всем посредством массовой информации передали, что у него рак головного мозга. Вот я, например, об этом слышал, я думаю, вы тоже, да, вот Ковальков говорит, что так и не нашли. Удивительно, вот это я не понимаю. То есть он так четко говорит, она точно есть, но не нашли где. Почему же тогда сообщают о раке головного мозга? Или Ковальков что-то не знает, но это странно, это же такие очередные вещи. Или вот он знает, извините, такие нюансы и подробности, а не знает, не может такого быть про то, что, значит, может неправду говорит посредством массовой информации. Ну вот точно. А может быть врачи, да, там комиссии и консилиумы не хотят признаться в некомпетентности или в том, что они не обладают еще, так сказать, всей полнотой исследований. А? Вот как вы думаете, напишите в описании, что это может значить. С одной стороны, нет оснований не доверять тому, что говорит Ковальков. Так что же тогда означает? Действительно некомпетентности и незнания очень многого врачей и профессоров, академиков. Да, он тоже этой темой поднимает. Ему в противовес на то, что он что-то советует, некоторые пишут, говорят, о, у меня бабушка фиела все подряд, 90 лет прожила. Вот у меня есть на эту тему видео. У меня, потому что меня достали этим уже, да, глупцы. И я сделал видео, которое называется Дед пил, курил, ел все подряд, прожил 95 лет, а вы-то тут при чем? Хотя вот уже в этой постановке вопроса в названии должно разумному человеку быть понятна его ошибка. Главная, конструктивная, методологическая ошибка. Но, тем не менее, ссылку на это видео я оставлю, и вы подумайте над этим, посмотрите. Далее он говорит, что питание вообще, вот этой, скажем, прибавку к лечению, плюс позитив, дает от 5 до 10% по его мнению. В этом он, конечно, не прав однозначно, гораздо больше. Но даже, не то, что 5-10%, я вам скажу, что 1% это уже золото, это на чашу весов положи. И он, кстати, про это говорит, что порой какая-нибудь мелочь, правильная, сделанная, дает вот уже шаг и путь, и перестраивает, перебарывает все эти процессы к выздоровлению. Абсолютно верно, поэтому не надо так питание недооценивать. И даже 5-10% это предельно много, а 1,5% это очень важно. Вот поэтому, кстати, в своем инфопродукте, вот этом уникальном, это свод моих знаний лет за 10. Я там объясняю все сотни, вот буквально без преувеличения, сотни нюансов и более того. Вот согласитесь, всю информацию конкретную о чем-то дать вообще невозможно. Ну, в жизни существует столько всяких факторов, комбинаций и так далее, это невозможно. Но, я там даю даже самое главное, что алгоритмы действий, алгоритмы, чтобы уже не задавать вопрос, а себе задать и точно на него ответить, потому что ты будешь знать правила, основы биохимии простым языком, простым. Ссылку на него я оставлю, кто захочет, можете приобрести. И он говорит, что да, 5-10% считает это мало, к лечению всего 5-10%, и хотя это немного, но надежда, во-первых, появляется, и во-вторых, плюс какой-то процент, который может перевесить. Ну, вот я говорю, нифига себе, немного, очень много, хотя на самом деле это больше, чем 5-10%, гораздо больше, но ладно. И вот он приводит два интересных примера таких. Один пример, сейчас попытаюсь вспомнить, по раку груди, начальной стадии, у одной женщины, он знал ее лично, ну, как, или наблюдал, или уже узнал об этой истории, сейчас не суть. У нее была начальная стадия, но загубил ее, типа, какой-то гомеопат, он же экстрасенс, то есть, она не принимала лечение, назначенное врачами, пошла вот в эту область, но я с ним абсолютно согласен, потому что я всегда, например, говорю, что однозначно нужно взвесить все за и против, да, принимать решение, человек имеет право и только он за себя, окончательный сам, никто не имеет права за человека решать, это раз, ну, это понятно, да, я думаю, вы согласитесь с этим, но разумный человек должен взвесить все разумно, он должен полностью, и ни у одного врача, все, узнать, проконсультироваться, может быть, консилиум, понятно, что бывает, кто-то скажет, кто вам там будет с вами говорить, там, врачи, они вон какие, да, разные есть, но все-таки, вот, я говорю в идеале, как и так далее, послушать другие различные альтернативные мнения, но доказать, где есть доказательства, не на веру, а только на факты, на обоснование, и все меры лечения, прочие, вот грибная терапия, мощнейшая, это фунготерапия, вообще это наука, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, это древнейшая наука, как и лечение травами, которые там, сколько человечества существует, столько и лет, это именно, что наука, в Японии, США, во многих странах, в Китае, я уж не говорю, она поставлена в ряд официальной, такой догматической современной медицины, я уж не говорю про традиционную, кстати, это как раз и есть традиционная, а не та новая, химия пилюлями и так далее, да, химиотерапия тоже часто бывает нужна и необходима, и об этом я говорил, например, в своей лекции общие принципы лечения онкологии, обосновывал, но при той же химии и лучевой терапии, когда применяются определенные грибные препараты, например, дополнительно там вводится санхваны трометас по определенной схеме, то тогда что происходит? Тогда иммунная система не убивается практически при химии, что очень важно и главная проблема химии, она, да, убивает часть раковых клеток, бывает, что все, бывает в основном не все, конечно, но все-таки помогает, но она убивает иммунитет, а при этом не будет убивать при применении этих грибных препаратов, и это абсолютный научный факт, абсолютный, и более того, она еще усиливает действие химиотерапии, вы то видео можете посмотреть, там конкретные примеры я тоже привожу из жизни, поэтому я с этим согласен, конечно, так сказать, категорически больного пациента нельзя, вот, знаете, отговаривать от прохождения официальных курсов, и операций, и химиотерапии, просто надо понять, когда человек скажет, да, я все проанализировал, действительно, в моем случае это просто необходимо, нужен хороший врач, который все это обоснует, объяснит, и вот остальные методы, как вспомогательные используются, когда это действительно разумно. Ну, и второй пример он приводит, наоборот, тяжелейший случай, когда врачи, уже главный хирург, он ушел, сказал, это бесполезно, он умрет, а химиотерапевт сказал, я попробую возьмусь за него, да, было тяжело, долго, но смогли вытянуть, вот человек уже 10 лет живет, бывает такое? Бывает, но он, грубо говоря, говорит, либо прямо, я себе пометку вот сделал, либо прямо так говорит, забейте на питание, ну, что за бред, что за глупость, ну, это, по-моему, тому человеку кто-то из лечащих врачей сказал, это просто нет слов, давайте я зачитаю вам один случай, он всегда у меня под рукой, очень показательный просто, вот из моей, что называется, практики, то есть из жизни вообще, вот он дам, сейчас я вам его зачитаю, и уже завершу эту тему, кое-что очень важное еще скажу. Инна Куракина пишет, Юрий Андреевич, хотим вам выразить нашу безмерную благодарность за ваше знание, информацию о лечении, которую получил мой муж Дмитрий Куракин, после консультации с вами, помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности. А почему? Вот слушайте, после обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии, ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней. Как вы рекомендовали, он начал пить грибы, вот, санхван и трометас как раз, за две недели до весь курс химиотерапии и две недели после окончания химиотерапии. Как я и говорил, причем люди опять-таки послушали вот эту мою лекцию общие принципы лечения онкологии, потому что они делали все, а, ну, консультация была, я там тоже это объясняю. Далее. Каждую неделю сдавал кровь, результаты анализов были хорошие, что приводило в недоумение врачей. Иммунитет не пострадал, вот о чем я говорю. И это помогло ему пройти курс лечения без острых побочных эффектов. Понимаете? Вот самое главное. Далее. Через три месяца мужа планировали оперировать. Ну, правильно, сначала химии, о чем Ковальков и говорит, потом планировали оперировать. Ожидая, что опухоль уменьшила и осталась. Ну, то есть, но осталось. Но он за это время, ну, пока вот это ждали, все пока была химия, пропил маркерный курс. То есть, веселка, шитаки, рейша. МРТ и сигмовидоскопия показали, внимание, что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции. И такое бывает, дорогие друзья. Ну, сразу наперед скажу. Может быть, у другого человека так не получится, а будет как-то по-другому. Но результат все равно будет, если люди будут применять со знанием дела вот этот серьезный метод, подход многоуровневый, о котором я и говорю, и объясняю. Далее, врачи в Португалии, а это было в Португаль, разводили руками и не понимали, что происходит. Решили понаблюдать еще 3 месяца. Муж поменял рейши на мейтаке, ну, как я советовал, уже следующие 3 месяца, и также продолжил пить этот курс. В итоге были сделаны КТ, МРТ и сигмовидоскопия, и все показало, то есть еще через 3 месяца, отсутствие опухоли, наличие здоровой ткани. В настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые 3 месяца, ну, так положено, да, с проведением КТ, МРТ, сигмовидоскопии и анализа крови на онкомаркер, ну, все как надо по науке, которые, кстати, тоже были в норме, онкомаркеры. Сейчас он уже пьет третьим грибом агарик. Ага, то есть, значит, уже это у нас получается с 7-8-9 месяца. А я сразу говорю наперед, грибная терапия, ну, как и другие вспомогательные меры, важные, которые каждый отдельно усиливает другую, да, это примерно у онкобольных год реабилитация, иногда чуть больше, ну, или лечение, в зависимости от вида, стадии там и так далее, других сопутствующих проблем. Далее, и, как вы рекомендовали, будет пить грибы до одного года, потом профилактический курс раз в полгода. Исключил мучные продукты, внимание, исключил мучные продукты, не имеет значения у них, имеет значение, значит, исключил мучные продукты, сладости, мясо, оставил только домашние яйца, разумно, разумный компромисс. Я об этом говорил тоже, ну, как раз и говорил. Иногда раз в две недели рыбу, но основы нашего питания составляют овощи и зелень. Все верно. То есть, практически, можно сказать, да, это, ну, не веганское кето питание, но это кето питание, очень щадящее, без вот этого ужасной второй стороны медали, то есть, положительное кето, ясно в чем, а отрицательное, в накопительной проблеме потребления мяса, колоссальной проблеме. Почему? Смотрите мое видео, мясо надо есть. Еще раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь, с уважением Дмитрия и Инна Куракина. Ну вот, таких писем мне приходит много. И я продолжу. Теперь по теме. Вот, очень мне понравилось, что Ковальков сказал про тесты на кровь, мол, как выбрать питание по анализам крови. Он говорит, это чушь. Абсолютно верно. Так же, как полная чушь по анализам на группы крови, группы крови, что, мол, диету подбирают. Ну, то есть, вообще никакого там обоснования научного в этом нет. Бред. Молодец, что сказал, что белок распадает с наминокислотой, но это я уже говорил, в кровь ссасываются именно наминокислоты, да. И вот что, положительное отношение у него к веганству, оказывается, и даже сыроедению. Задал ему ведущий вопрос, он ответил, если это идет от морального аспекта, ну, от этического аспекта, осознанного, то я положительно к этому отношусь, уважаю таких людей, принимаю. Я прям вот выписал эти три слова. Более того, он сказал, что есть вегетарианцы опытные, или там, из поколения в поколение, кто все знают, как, что, чем компенсировать, вот этот баланс, чтобы не было дефицит в аминокислотах, о чем я всегда говорю и 10 лет уже говорю, понимаете? Я даже выпускал видео, слушайте, посмотрите в этой связи, которая называется «Почему у зожников есть проблемы?» или второе видео «Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами?» То есть, для тех, как бы не можем, кто не обладает всей полнотой знаний, мои лекции, конечно, они дадут полноту, всю полноту знаний, но только для людей неленивых, которые будут много времени на это тратить, на изучение, конспектирование моих лекций, и потом правильно все примут к жизни. А то есть такие умники, которые послушают мои лекции какие-то, избирательно что-то возьмут или все в кучу смешают, и одно, и другое, и десятое, и имеют какие-то проблемы, еще выпендриваются и претензии предъявляют, хотя сами понаделали, но это знаете, как по пословице заставить дурака Богу молиться, он и лоб расшибет, абсолютно верно, и еще претензии, думать надо, анализировать надо, а если уж не в курсе, да вот не надо на себя брать ответственность, хоть консультацию возьмите тогда, в крайнем случае. Да, ну вот он и говорит, есть такие люди, а есть такие, мне очень понравилось, типа веганы, сыроеды, такие дамочки, ну я их называю дамочки такими с маникюрами, с ноготками, я их такие, такие блогерши тупые, которые, ага, ага, вот так вот говорят, у меня даже про одну такую стих был, называется Вау Веган Гуру, которые такие с одного места или там, ну пошли в массы людей нести свои, только не свои, конечно, мысли просвещать, типа они такие просветленные, господи, кошмар, вы, кстати, можете посмотреть, поржать на, там даже предисловие есть, ну кто не в теме для этого стихотворения, ну чтобы правильно понять, и сам стих в конце, да, вот вы посмотрите, я прям оставлю это видео, называется Вау Веган Гуру стихотворение, под этим видео услышите. Ну хорошо, он их спародировал, все правильно, я так же точно делаю. И теперь самое главное, его спрашивает, ну идущий в этой связи, так сказать, так можно растительной пищей заменить мясо? И он говорит, да, конечно, есть растительные пищи, все незаменимые аминокислоты, просто надо знать, как совместить там и все, ну вроде он сказал, что, я-то не помню, прямо или косвенно сказал он, что в одном продукте нет всех незаменимых аминокислот, потому что, конечно, есть такие растительные продукты, где есть. Ну, например, тот же доктор Петрик очень правильно сказал, провез. И я говорил, в том же овсе есть все 9 даже, ну раньше считалось 8, сейчас 9 незаменимых аминокислот. И все там 22 из 22. Ну а крапива, пожалуйста, сныть, амарант, конопле практически все, ну семена имеются в виду, да, вот эти вот ядра. Ценейшие продукты. А зачем потом потреблять именно те продукты, где в одном есть все? Потребляйте разные, в одном есть из 8-9 незаменимых, скажем, 6, в другой там 5, и они, например, разные, и вы получите и то, и то. Просто надо немножко поработать, выписать таблички, понять. Вот у меня есть видео, которое называется «А что же тогда есть?» Ну так вот посмотрите, а то возникнет вопрос. Я сделал прям, а то люди пишут, а что же тогда есть? Есть нечего, и как-то так, это ложь. Много чего есть можно. Посмотрите мое видео, а что же тогда есть? Почему в наши дни мы не можем быть только на сыроедении, ну не все, а большинство? Ну и мои видео, о которых я уже говорил, 7 причин рака, общий раздел по всем лекциям по онкологии, ну и прочее, о чем я говорил. Все я оставлю в описании под этим видео. Не поленитесь, посмотрите, как и ссылку на инфопродукт, кто захочет. Ну кто захочет, консультации там в самом низу, пожалуйста, тоже еще можно записаться. Ну что ж, дорогие друзья, я полагаю, это очень важный был, разбор очень нужный, и в общем-то, каждый намотает на ус что-то полезное для себя, я в этом просто уверен. Тем более, по крайней мере, у вас теперь есть, ну так сказать, вот информация, где что искать, и уже до конца добить эту тему, то есть осознать все, понять, не верить, а именно вот убедиться, просто своим анализом, умом, слушая логичные доводы, доказательства. Ну, на этом на сегодня все. До новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова